Сегодня исполняющий обязанности Свердловского губернатора Алексей Шмыков подписал указ, которым в опорном регионе вводятся дополнительные антиковидные меры. Ну а по факту Алексей Шмыков внес изменения в уже действующий указ губернатора номер 100 об особом режиме из-за COVID-19. Внесенных в сотый указ изменений, в общем-то, немного, но все они конкретные и касаются всех нас. Итак, еще вчера предполагалось ввести требования о предъявлении QR-кода или справке о вакцинации и перенесенном ковиде в театрах, филармониях, концертных площадках, кинотеатрах, дворцах культуры, салонах красоты, санаториях и базах отдыха 8 ноября. Но новый указ перенес эту дату на пораньше, на 30 октября, на субботу, с которой у нас в горах, равно как и на большей части России, начнется 9-дневный локдаун. То есть нерабочая 9-дневка, в которой 6 дней и так изначально были нерабочими. Что касается точек общепита, организаций, работающих в сфере культуры, спорта, услуг и развлечений, а также торговых и торгово-развлекательных центров, в которых пока еще не ввели обязательное QR-кодирование, то им по новому указу рекомендовано ввести с 30 октября QR-коды для посетителей. Казалось бы, всего лишь рекомендовано, но это рекомендация, от которой трудно отказаться. Эта рекомендация, хотя и является действительно рекомендацией, но тем не менее покажет, скажем так, степень социальной ответственности нашего бизнеса. Мы тщательно проанализируем эту ситуацию, реакцию на эту рекомендацию. Напомню, что это абсолютно общемировой и общеевропейский опыт, в том числе все соседние регионы, которые находятся рядом со Свердловской областью, уже пошли этим путем. Буквально в ближайшее время вводят к варкодированию в торговых центрах и в местах общественного питания. Так вот, в зависимости от того, какова будет реакция на эту рекомендацию, мы будем в дальнейшем принимать решение о возможности введения уже обязательного QR-кодирования. В новом губернаторском указе сказано, что исключение в плане QR-кодирования посетителей временно сделано для переписных участков, где проводится всероссийская перепись населения. Кроме того, новый указ губернатора, ну точнее ИО губернатора, отправил на обязательную самоизоляцию людей старше 65 лет, которые по статистике гибнут от ковида чаще остальных, и людей, имеющих хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые и болезни органов дыхания. Конечно, кроме тех из них, кто уже переболел или вакцинировался или имеет QR-код. Вот, собственно говоря, и все изменения, которые привнес в сотый губернаторский указ Алексей Шмыков. Но вице-губернатор Павел Креков, который сегодня на брифинге поведал о новом указе, кроме этого, ответил и на многие насущные вопросы, касаемые жизни на локдауне. Например, в детских садах в нерабочую девятидневку будут работать дежурные группы, и те работающие родители, а кому-то нужно обязательно работать, которым не с кем оставить отпрысков, смогут их туда сдать. В школах осенние каникулы совпадут с локдауном, так что никаких дополнительных дистантов не предусмотрено. Все больницы на локдауне будут работать в полной мере, и в них можно будет привиться от ковида. Кстати, равно как и в торговых центрах. На прививочный участок человека без QR-кода проведут по специальному безопасному маршруту. В локдаун будет усилен полицейский контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и в торговых точках. Но все эти меры не дадут должного результата, если народ не станет прививаться еще более активно. Хотя в крайние дни скорость вакцинации у нас в горах выросла, прикиньте, в пять раз. Каждый день по 20 тысяч человек получают первый компонент. Но врачи молят, давайте, граждане, налегайте на укольчики, едва справляемся с потоком хворых. Ну и на посошок вопрос, волнующий любителей прекрасного. Через несколько часов в Екатеринбурге стартует «Уральская ночь музыки». А потом будут и другие массовые мероприятия. Типа, а что с ними? Все ли в силе? Да. Должен сказать, что проведение всех этих мероприятий достаточно тщательно нами было отработано. И продолжает отрабатываться вместе с органами Роспотребнадзора. Это первое. Второе. Все они будут проводиться по принципу зон свободных от ковида. То есть допуск участников в том числе будет проходить только при наличии вакцинации. Либо кваркода, связанного с тем, что человек переболел коронавирусной инфекцией. То есть это та самая ситуация, когда это, по сути, зона свободная от ковида. Ну и плюс количество участников мероприятий максимально ограничено и не превышает 500 человек на одной точке. Точек, конечно, может быть несколько. Они должны быть расположены в разных местах. Но, тем не менее, мы укладываемся вот в те рамки, о которых было сказано не более 500 человек, согласно постановлению главного санитарного врача. Причем привитых человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...